Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Рабочий визит губернатора Смоленской области в Десногорск. В городе-спутнике Смоленской АЭС открылась приемная Общественного совета Росатома. При поддержке атомщиков в Десногорске откроется ПЦР-лаборатория. Самому молодому городу Смоленской области Десногорску исполнилось 46 лет. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2545 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Турбогенератор номер один первого энергоблока находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 14 дней сентября составила более 727 млн кВт-ч, что превышает плановое задание на 103 млн. С начала года выработано более 14,2 млрд кВт-ч, сверх плана 434 млн кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Развитие атомной генерации на Смоленщине даст стимул социально-экономическому росту в регионе. Об этом заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский на пресс-конференции в ходе рабочего визита в Десногорск 10 сентября. По мнению Алексея Владимировича, сооружение новых генерирующих мощностей Смоленской АЭС-2 позволит укрепить экономические позиции региона продолжить успешно развивать сотрудничество с Росатомом, что, несомненно, самым положительным образом скажется и на социальной сфере Атомграда и всей Смоленщины. Я очень благодарен президенту страны за то, что он поддержал инициативу администрации области, инициативу Росатома о необходимости строительства второго энергоблока Смоленской атомной станции. Безусловно, строительство блока будет иметь синергетический эффект. Я уверен, что весь строительный комплекс Смоленской области в той или иной степени будет задействован в этой работе. Уверен, что строительство второго энергоблока даст новую жизнь замечательному городу Десногорску. Наверняка появятся новые рабочие места. Возможно увеличится налогооблагаемая база. Проект сооружения Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВР-ТОИ включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством Российской Федерации. Уже в этом году он войдет в инвестиционную программу Росатома. Новым этапом социального партнерства Смоленской области и атомной промышленности стало заключение соглашения о сотрудничестве, которое подписали 2 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и губернатор Алексей Островский. Росатом – социально ориентированный партнер администрации области. Платятся значительные налоговые средства как Росатомом, так и Росэнергоатомом, дочерней структурой. Совместными решениями с руководством Росатома мы каждый год вкладываем очень значительные для Десногорска средства в обновление и модернизацию социальной инфраструктуры. В детские садики, в школы, в поликлинику. И я уверен, что это сотрудничество идет на благо десногорцев. И благодарю Росатом за то, что такие значительные средства в виде налоговых отчислений ежегодно вкладываются в этот город. Кроме того, Алексей Островский посетил социальные объекты Десногорска. Мемориальный комплекс Курган Славы, масштабная реконструкция которого ведется при поддержке Росатома, а также Атом-класс в общеобразовательной школе номер 3, созданной в рамках проекта «Школа Росатома». Также губернатор проинспектировал выполнение ранее данных им поручений по ремонту дорог в Десногорске. Приемная общественного совета госкорпорации Росатом в Десногорске станет еще одним инструментом взаимодействия руководства атомной отрасли, администрации города и общественных объединений для решения самых насущных и злободневных вопросов общественной жизни города. Любой житель Десногорска сможет обратиться сюда со своими предложениями, проектами, инициативами. В церемонии открытия приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский, представители руководства госкорпорации Росатом, концерна Росэнергоатом, администрации Десногорска и Смоленской АЭС, ветераны атомной станции. Общественный совет государственной корпорации Росатом, глава Алексея Евгеньевича Пихачев, генеральный директор, так сложилось, так установлено правилами и порядками государственной корпорации и решение общественного совета обязательно для исполнения во всех организациях подразделения государственной корпорации. Поэтому та работа, которая будет вести приемная, те вопросы, которые она будет поднимать для обсуждения, они поднимают результаты этих обсуждений в основу принимаемых решений. Общественная приемная Росатома в Десногорске станет площадкой для обсуждения инициатив жителей по волнующим их вопросам. Таким, как безопасность, экология, благоустройство, дальнейшее экономическое и культурное развитие города, станет местом обсуждения отраслевых проектов, где также будет осуществляться общественный контроль за воплощением проектов в жизнь. Это большой поспорник для жителей нашего города, это большой плюс, есть возможность прямого, скажем так, общения через представителя общественного совета выходить напрямую на руководство Консультационной корпорации и Консерва Росэнергорода. В общественной приемной десногорцы могут получить консультации по широкому спектру вопросов о перспективах развития атомной энергетики, эколого-социальных аспектов, ядерных технологий, подать обращения и предложения в Общественный совет Росатома и получить помощь в подготовке обращений к органам власти. Ветераны Смоленской атомной станции ведут очень активный образ жизни, как в личном плане, так и в плане общественного. Они никогда не отошли ни от одного мероприятия городского, станционного, и наши ветераны очень благодарны, что и Смоленская аэрс, и город всегда привлекают ветеранов к участию во всех общественных мероприятиях города. Мы вам благодарны, что вы развиваете сельское хозяйство, развиваете промышленность области. Это очень важно для всех, и в том числе для ветеранов, чтобы видеть, что все, что было когда-то потеряно, сейчас вознуждается, и мы надеемся на будущее развития Смоленской области. Руководителем приемной Общественного совета Росатома в Десногорске назначен заместитель начальника управления информацией Смоленской АЭС Михаил Хоботов. Приемная работает в здании ЦСО «Нейтрино», первый этаж, кабинет номер 144. Время работы – понедельник-пятница с 9 до 18.00. Более 36 миллионов рублей направил концерн Росэнергоатом на организацию специализированной диагностической лаборатории в Десногорске. На новейшем современном оборудовании будут проводиться исследования по выявлению новой коронавирусной инфекции и других заболеваний. Как рассказал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России Владимир Кротов, весной этого года в разгар пандемии медико-санитарная часть столкнулась с проблемой ранней диагностики COVID-19. Все взятые образцы отправлялись в лаборатории Смоленска и Москвы, которые были крайне загружены. С начала апреля по настоящее время в Десногорске сделано более 7 тысяч анализов. Стоимость одного анализа – порядка полутора тысяч рублей плюс транспортные расходы. Поэтому мероприятия по выявлению инфекции обходились очень дорого. Кроме того, это сказывалось на скорости постановки диагноза и назначении лечения. Руководством Смоленской атомной станции было принято решение об организации ПЦР-лаборатории в Десногорске. Под нее были выделены свободные площади Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 на базе бывшей промышленной лаборатории. После проведения конкурсных процедур Десногорские организации «Смоленск Атомэнергопроект» и «Смоленск Теплокор» приступили к строительно-монтажным и отделочным работам. ПЦР – это метод полимеральной цепной реакции. Метод современный, уникальный. Мы сможем анализы фактически делать в этот же день. То есть утром забрали, к вечеру анализы будут готовы. В крайнем случае на следующий день. Во-первых, это сроки сокращает диагностик. Во-вторых, это оперативно все, не надо никуда возить. На сегодняшний день перепланировки и крупные строительные работы на объекте практически завершены. Строители переходят к стадии отделочных работ. Практически все оборудование для лаборатории закуплено, поставлено и ожидает установки. С начала сентября специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проходят учебу в ПЦР-диагностике на базе Московского института усовершенствования врачей. Большое спасибо руководству атомной станции Смоленской и концерну «Росэнергоатом» за вот эту поддержку, финансовую поддержку и организационную. 12 сентября самому молодому городу Смоленской области Десногорску исполнилось 46 лет. По традиции в этот праздничный день чествовали жителей, тех, кто своим созидательным трудом, на благо развития и процветания Десногорска, успехами в работе и учебе заслужил уважение и признательность. На Аллее Славы в центре Десногорска прошла церемония открытия обновленной городской доски почета. Все вы в целом вкладываете свою энергию в экономику нашего города, нашей родной Смоленщины. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес работников здравоохранения Десногорска – врачей, медицинских сестер. В период пандемии на них легла огромная нагрузка и большая ответственность за здоровье людей. За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, благодарственными письмами губернатора Смоленской области Алексея Островского, отмечены сотрудники МСЧ-135, врачи-терапевты Александр Кровец и Лариса Шаталова, медицинская сестра инфекционного отделения стационара Вера Яшуткина. Почетной грамотной администрацией Смоленской области награждена заместитель начальника по медицинской части Ирина Криушева. В рамках празднования Дня города также состоялось награждение победителей социального проекта «Росатома» «Собери портфель пятерок». В этом году отличные успехи в учебе показали 51 человек, учащиеся 2-х 11-х классов. Уже четвертый год в отрасли действует этот замечательный проект. Проект, направленный на стимулирование нашего подрастающего поколения лучшему освоению знаний. И каждый год, это очень отрадно, количество участников проекта и количество победителей, то есть ребят, завершивших учебный год, на хорошо и отлично, но только увеличивается. По мнению участников проекта, признание их достижений не только радует, но и является стимулом двигаться вперед. Моя классная руководительница предложила поучаствовать мне в этом конкурсе, и я с радостью согласилась. Ведь для меня получить хорошее образование – это очень важно, и этот конкурс очень способствует этому. Я закончила школу на золотую медаль. Для меня это было очень важно, так как в этом году я поступала в университет. Те успехи, которых я достигла в школе, помогают мне сейчас и будут помогать в будущем в учебе и в жизни в принципе. За педагогическое мастерство и большой личный вклад в обучение подрастающего поколения 18 учителям школ Десногорска были вручены благодарственные письма губернатора Смоленской области Алексея Островского. Завершилось празднование Дня города праздничным салютом. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской атомной электростанции. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках в Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok